Музыка Музыка Казалось бы, людей на свете много? А концептуальное мнение всего человечества, коего скоро будет 8 миллиардов человек, в области автомобилестроения сводится всего к 5 или 6 точкам зрения. Ну и вот, допустим, это американская точка зрения. Американская точка зрения на автомобилестроение заключается в следующих словах. Мы сделаем автомобиль, в котором вы будете жить. При этом вы будете ездить в мягких сиденьях, вы не будете заморачиваться ездить гамбургеры и, соответственно, не заботиться о своем лишнем весе, потому что двигатели объемом свыше 3,6, а это последняя американская любовь, увезут вас, даже если вас 120 килограмм. Это американская точка зрения, мне она нравится, но не чуть позже. Существует европейская точка зрения. Вы посмотрите, какие мы мускулистые, гламурные. Какие мы мощные. Но и не дешевые. Да, и поэтому все дешевые автомобили европейского производства отправили собираться в Южную Америку. Ну, типа там, Volkswagen Polo и вот такие вот машины. Типа народные. Оставили не народные и не дешевые. Существует точка зрения японского автомобилестроения. Она заключается... Хо-хо-хо! Вы посмотрите! А мы можем сделать все то же, что и европейские автопромы. Только это все еще и будет меньше жрать, и все это будет дешевле. А по степени навороченности так Европа отдохнет. Вот. Ну и существует точка зрения корейского автопрома. А, ребята, у нас свой подход. Мы сделаем машины, на которых надо ездить, которые работают. И действительно, автомобили корейского производства, они работяги. Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe Classic и Hyundai Sonata, а также Hyundai Porter. Вот и весь перечень настоящих работяг. И давайте сегодня остановимся на еще одном топовом варианте. Это Hyundai Sonata. Когда я в первый раз, опять же, увидел эту машину, мне понравилось. Потому как всю жизнь ищу аналог Ford Torus по размерам и примерно по мощности двигателя. И вот нашел. Да, почему нет? Очень большой автомобиль, в котором действительно шикарно и комфортно сидится. По-настоящему, по-американски. При этом машина именно работяга. Ну, сами подумайте. Такие двигатели от 2 литров с мощностью 140 лошадиных сил до 2,7. Это уже V6, тоже любимый. И коробки. И есть и механка, есть и автомат. И вот мы сегодня взяли самый, казалось бы, простенький вариант. И в очередной раз это новая точка зрения отечественного автопрома и супермаркта Автоград. А давайте-ка понизим цены. А давайте-ка сделаем автомобили, которые должны работать еще и доступными. И вот и получается, что машина стоит, ну, базовая версия с механочкой, она стоит примерно 520 тысяч рублей. И это уже говорит о том, что те конкуренты, которые вслед или перед тем, как снизить цены, вам предлагают варианты, ну, либо это двигатели 1.4. Ну, как-то все-таки надо что-то помощнее, чтобы крутящий момент был побольше. Либо размерами машина меньше. А зачем это вам надо? Потому как размерами Россию не объять и умом ее не измерить. И вот эти машины, 2-х литровки, да, недорогие. Вы их можете использовать для собственного бизнеса, потому как встречать народ. И есть место, куда багаж разместить, потому что действительно хватает. И есть место, да просто комфортно ехать. И вот в этой комплектации нету кожаного салона, нету вставок под дерево, а оно и не надо. Потому как 2-х литровка, работяжная, она ездит на механке. Скорость, ограничение по скорости у нас, извините, 90 км в час. А дальше, а дальше права отдайте. И это практически на всех федеральных трассах. Поэтому надо выбирать действительно размеры автомобиля, комфортабельность и приемлемые аппетиты. И вот здесь, и вот в этот раз корейский автопром ударяет в самую десяточку. Продолжение следует...